Привет! Вы смотрите очередной выпуск тележурнала виртуальный мир на ТНТ Онега. А в это время чешская компания «Принцип Интерактив» разработала оригинальную электронную головоломку «Футура Куб» – устройство, внешне напоминающее кубик Рубика. Гаджет представляет собой кубик, на каждой грани которого расположено 9 светодиодов в виде матрицы 3х3. Они могут менять цвет, яркость и периодичность свечения. Грани «Футура Куб» не являются сенсорными, но встроенный трехосный акселерометр позволяет устройству фиксировать моменты постукивания по поверхности или поворота. Различные интегрированные датчики помогают определить, какой стороной кубик повернут вверх, а также определить характер движений или жестов пальцев. Кубик снабжен процессором Cortex-M3 с архитектурой ARM, 128 МБ флеш-памяти, аудиосистемой и портом microUSB. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея, заряда которой хватит на часы непрорывной игры. Несколько устройств «Футура Куб» могут обмениваться данными друг с другом по радиосвязи для организации многопользовательских игр. Новинка, как утверждается, выводит привычные логические игры на новый уровень. Примерно за 100 долларов. В системе Kickstarter стартовал сбор средств на производство велосипедного комплекта Helios Bars, первоочередная задача которого – повысить безопасность движения. Одна из проблем, с которыми сталкиваются велосипедисты при движении по дорогам общего пользования, заключается в отсутствии ходовых огней. Именно ее постарались решить разработчики. Комплект представляет собой велосипедный руль со встроенной в центральную часть светодиодной лампой яркостью 500 люмен. Это, как утверждается, примерно в 5 раз превышает показатель обычных головных осветительных приборов для байков. В торцевую часть ручек руля вмонтированы светодиодные индикаторы с изменяемым цветом. Они играют роль указателей поворота. Для обозначения маневра достаточно прикоснуться к левой или правой кнопке, после чего соответствующий поворотник будет мигать в течение 5 секунд. Helios Bars содержит встроенный приемник системы спутниковой навигации GPS. Он позволяет фиксировать скорость движения и местоположение транспортного средства. Так, установив сим-карту, владелец велосипеда сможет получать данные о местонахождении своего железного коня на смартфон посредством SMS. Специальное iOS-предложение позволяет настраивать цвет торцевых индикаторов. Кстати, они же информируют о текущей скорости, изменяя свой оттенок во время движения с красного на бирюзовый. Начать поставки Helios Bars разработчики намерены в декабре. Продавать комплекты Helios Bars планируется за 200-250 долларов. Если вы собираетесь в отпуск и не планируете пользоваться интернетом, не тратьте деньги зря, они еще пригодятся. Поставьте интернет на паузу. Замените на время отсутствия свой тарифный план на стоп-тариф. Тем самым уменьшите абонентскую плату до 50 копеек в сутки и сможете спокойно отдыхать. Провайдер обещает бережно хранить все регистрационные данные и настройки, номер договора, почтовый ящик, список подключенных опций. Вернувшись к компьютеру, вы сможете пользоваться тем же интернетом, что и до отпуска. Стоимость перехода с текущего тарифного плана на стоп-тариф 15 рублей. Обратный переход и вовсе бесплатно. Подключить и отключить стоп-тариф можно самостоятельно на сервере статистики в разделе управления услугами или по телефону 592424. Подробная информация на сайте провайдера по адресу sampo.ru. Удачного отдыха! А на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю. Там мы посмотрим, что нового произойдет при чудлевом мире информационных технологий. Пока!